Всем привет! Новая загрузочка по месту. Опять еду за Ладой. Лада седан, только не баклажана белого цвета. Ставки на спорт! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Загрузка у нас с клина. Я в клине. Оставил прицеп. Груз на одиночку, но поеду с прицепом, потому что груз в Ивановскую локу. Итак, ребята, с чего начинается мой дальнобой? А мой дальнобой начинается с того же самого, что и многих других дальнобойщиков. Поэтому, хотел вам порекламировать очень классный канал дальнобойщика. Это Бай Жека4. Канал дальнобойщика. И вот смотрите, что это за классный канал. В нем Жека рассказывает на своем канале. Он его начал недавно и рассказывает про то, как... Если вы хотите все узнать о бизнесе по-белорусски, тогда вам на этот канал, ребята. Здесь вся прелесть, вся правда, условия заработок и многое другое вы встретите на этом канале. Жека, ребята, как я, ездит на МАНе, только на Симитонике. Практически, как я, пытается зарабатывать деньги в Белоруссии. Поэтому, если кому интересно, ребята, обязательно посмотрите этот канал. Поставьте пальцы ему. Напишите комментарий, что пришли от МАНа дальнобоя. Жека будет счастлив, так как он еще за канал совсем развивающийся. Ему нужна ваша поддержка, что все, ребята. Переходим по ссылочке, которую я оставлю внизу в описании. Канал БАИЖЕКО4. Ну, а мы погнали дальше. Груз в Ивановскую область, ребята. И поэтому... Обратно только ехать, получается, с прицепом. Поэтому... В общем, узенько тут едем потихонечку. Усковато. Короче, будем забирать погрузчик. Грузить его в машину в МАНа. А прицеп туда поедет пустой. Обратно прицеп поедет груженый. Ну и машина, наверное, грузоная, не знаю как. В общем, как-то так, ребят. Это будет такая небольшая погрузочка, как сказать. А там будет видно, куда дальше поедем. С Иван. Ну, С Иван, он опять на Москву. А с Москвы видно будет. Так что... Быстрая такая будет у нас работа. Работенка. За которую нам платят нормальные деньги. Поэтому так и работаем. Узнаем погрузчик уже. Вот там, вот сверху. Такая территория. Так. Так. Вот, все. Заехал, наверное. Все, зацепили опять прицеп. Вот он, у пятерочки стоял. И все, сейчас будем выезжать. Вот так вот это все дело обстоит. По развесовке вроде все четко, все ровно. Все нормально. Так что, так и поедем. Капец, ребята, еле вырвались. Клин сначала, потом Дмитров. Сейчас тут у нас 108, спокойно еду. Навигатор показывает 350 километров. Второй навигатор показывает 370. В общем, неизвестно, кто показывает правильно. Лада Веста за мной. Едут ребята. Сопровождают меня. В сопровождении я еду. Везем погрузчик. То есть, они купили этот погрузчик. И вот они, чтобы я никуда не уехал, они так вот едут со мной. Поэтому. Вот так вот, ребята. Работенка такая у нас на этот раз. Такой вот у нас дальнобой. Уже темнеет. Уже съемочка проходит у нас некачественно. Так что. Надо будет на Ярославку выйдем. Где-то, наверное, остановиться, перекусить. Ну, а потом уже спокойно ехать дальше по Ивановским кочкам. Как-то так. Ладно, чё. Наверное, уже, наверное, уже с вами мы только утром встретимся. Я буду пилить всё. Пилить до того, а буду. Ехать-то вообще 350 километров. Ну, 359. Вот. Это показывает навигатор, что 12 часа ночи я уже буду там, то бишь. Поэтому тормозить я не вижу смысла. Доедем там. Выгрузят нас, переночую. И завтра уже будет новый рейс. Я думаю, что так вот. Так и сделаем. Так и будем делать. Так, ребят, всё, началась выгрузка. Доехали вчера нормально. У Иванова выгружают краном Ивановцам. Вот так вот сейчас. Водичку. Всё это дело выгрузим. И поедем на новую загрузку. Выехали из-под крана. В общем, он приподнял немного. Я выехал. С утра сечуек заварил. Ещё даже не пил ни разу. Обалденно. Что, будем посмотрим, что там? Колеса ещё мне ему качать. Поэтому. Сейчас закрываемся. И всё. Вот он. Так. Так, вот это всё дело обстоит. Где-то масло текло, смотри. Масло текло где-то. Подтекало. Так, всё, собираем. Такой вот он. Выгрузился. Еду. В Иваново. Это я не в самом Иваново. Это я Вичуга называется, ребят. Такой посёлок здесь. Здесь я и я, короче. Пустой с прицепом. Едем искать загрузку. Сейчас доедем до Иваново. Сядем в интернет. Так как я сам себе ищу загрузки. И будем искать. Прошло чуть больше полдня. Я только нашёл загрузку. Потому что с Иваново всё есть. Но мне надо за наличку. Во-первых. Потому что, так как новый месяц начался, да. И надо немного поработать за наличку. Вложился, в общем, в машину опять туда-сюда. Да, в общем, деньги ушли, как обычно. Не буду говорить, куда они все уходят. И поэтому сейчас нашёл груз за наличку. Завтра погрузка, крошка пластиковая. Правда, грязненькая такая. Ну, вроде сказали ничего. Не сильно будет грязная. На Ногинск. Стою я на Газпромчике. Блин, солнце светит. Короче, вот здесь все стоят. Там стоят ребята. Вот я здесь стою. В общем, сейчас загрузка у меня. Город Фурманов. Это Ивановская область. 30 чем-то километров от Ивана. В общем, мне 40 километров до него, до Фурманова. Сейчас вот качаю воздух. И буду выдвигаться туда. Всё, а завтра снова в рейс. Завтра загрузимся и поедем уже до Ногинска, думаю, прямой дорогой. А сегодня что мне надо сделать? Заехать в магазин, взять, перекусить себе, взять, покушать. Так как у меня покушать нету ничего. Ну, так вот. Так, вот она, ребят, загрузочка. Расчехлил я уже тент. Сейчас буду расчехлять машину. Ночью пока, короче, ночевал. Что-то мне хотел залезть. Смотрю утром. Ворота вот эти вот открыты. Вот эта створка. Но там ничего внутри у меня нету. Вот он, этот кран, про который я говорю. Разгрузочный идёт на прицеп. Видите, сейчас на ручнике воздух есть. Вот он шипит вот отсюда. Молодком ударяешь, перестаёт шипеть. Но разбирал, ничего в нём, собственно, не нашёл. Клапан какой-то, что-то в нём. Он, короче, начинает парить мозги. В общем, пока грузят прицеп, я расчехляю машину. Вот. И потом сюда будут грузить. Вот грузимся, в общем. Расчехлил машину полностью. Видите? Сейчас грузимся. Вот, тяну. Интересно, короче, у нас погрузочка, ребят. Очень клёвая. Стойка не снимается, поэтому приходится им, короче, мучиться таким вот макаром, чтобы затащить туда этот тюк и подвинуть его. Вот так вот. Всё. В общем, долго нам ещё тут грузиться. Я, наверное, пойду чайку себе заварю. Ребята пока грузят. Ребята, капец. Как обычно, капец. Я выезжаю. Время полшестого. Я выезжаю только с этой базы. Приехал я сюда, заехал в 8 утра, представляете. Загрузили-то быстро, да. Но документы ждал я очень долго, потому что они ждали оплату, как обычно, да, от тех людей, кому я везу. А у них случился пожар там на базе. В общем, тоже капец. И тем самым я так долго прождал. Такая вот здесь свалка. В общем, территория этой. Не территория, а одна свалка. В общем, короче, мне здесь не понравилось. Фурманов меня ничем не удивил. Не знаю, ребят, кто здесь откуда. Напишите, может, здесь есть что-то более интересное. Ну, не эта свалка. По весу где-то, он сказал, где-то 9 тонн. В общем, еду налегке. Ну, реально, да, легкая прям. И прицеп, как будто пустая машина. Да, может, даже и меньше 9 тонн. Я сегодня первый раз узнал, сколько весит мой пустой прицеп, потому что заезжал на весы, и весит он, ребята, 5 тонн. Ну, там 4 900, мне сказали. Ну, грубо говоря, 5 тонн. 5 тонн-то тоже хорошо, потому что вот как раз-таки я ехал с камнем. Кто смотрел этот видос с Челябы, с Еманжелинской, я грузился. Я думал, что на предельном, почему я прошел нормально, мог бы даже. Ну, через Казань, конечно, ну, ладно. Как раз 12 тонн смело я могу возить в прицепе. Так что, ребята, это круто. Это офигенно. Блин, здесь такая дорога вообще. Если вам видите, прицеп там едет. Слушайте, мне нравится ездить с этим прицепом. Я вот немного уже приловчился к нему, да, и мне как бы, ну, нормально с ним ездить. Я не знаю, не сказал, что на фуре, наверное, конечно, да, мне больше понравится. Это потому что такая цельная, а здесь как бы два. Ну, этот прицеп, можно заехать с ним туда, куда фура нафиг не заедет. Если еще немножко... Так, открыли уже ворота. Вот, видите, радиус для поворота. Берем заранее. Хотя можно и раньше взять, потому что прицеп едет, в принципе, одинаково за машиной. Короче, ночевал я вот здесь. А здесь у нас... Так, все, ребята. Короче, здесь меня решили посмотреть, что у меня там внутри. Посмотрели, а там ничего нет. Так, ну, в принципе, все. Выезжаю сейчас налево и поедем. Поеду по 107-й. Ой, блин, все сказал. По 7-ке пойду, по М7. Потому что... Я думаю, так будет лучше. И быстрее. 280 километров мне до Нагинска. А я поехал, ребят. Пожелаю себе легкой дорожки. И поеду. Вот так вот. Чтобы выехать с этого перекрестка, было бы вообще шикарно. Ребята, приехал на выгрузку. Уже начал расчепляться. Вот таким макаром. Он сейчас будет выгружать. Америка стоит. Доехал нормально. Вот опять этот кран шипит дурацкий. Вот так вот все это происходит. Ладно, я выгружаться. За лестницей. Ну и смотрите дальше. Вот расчехлился. В общем, с этой стороны-то он возьмет. А с другой стороны вот прицепа с этой стороны вот прицеп не расчехляется. Вот как быть? Я не знаю, ребят. Придется, наверное, потом, когда выгрузят машину, разворачиваться и заезжать сюда задом. Чтоб нам прицеп тоже выгрузили. Капец. Надо было сразу сюда задом заезжать. Сейчас вот теперь пятится отсюда. Это жесть. Видите? Ну, хотя, вот если я вон туда сдам, на этом пятачке я раскручусь в легкую. В легкую раскручусь и загонять буду вон туда прицеп задом. Я думаю, его тогда расчехлить может пока сразу. Но потом проблем не было и быстрее все это произошло. Так вот, как и говорил, я уже переехал. Получается, в ту сторону поехал, там развернулся. С этой стороны заехал сюда. Расчехлил прицеп. Сейчас его тоже будет выгружать. В машине подмел. Прицепы, кажется, легче расчехлять, чем машину даже. Он не знает, как-то проще тут все. Открыл машину. Вот я так подмел. Сейчас вот вонь это стоит. Надо ее как-то вот, чтобы она у нас исчезла. Это вонь. Пусть проветривается, короче. Вот так вот. Все, сейчас парни выгрузят. Вот сейчас не шипит кран. Вот видите. То шипит, то не шипит. Что ему надо? Непонятно. Ладно. Загрузку пока что я еще не нашел. Пока еще неизвестно, куда поеду, поэтому надо выгрузиться, получить бабки и ехать дальше. Ребят, выгрузили меня. Петрища такая. Веречь, открыл кузов, пусть сохнет. Так, по прицепу я его уже зачехлил. Зачехлять дольше, чем расчехлять. Вот так вот тоже открытый оставлю. Пусть, короче, стоит. Тоже выветривается. Сейчас вот там парковка есть. Вот там вот. Вот сейчас покажу. Вот фура там стоит. Вон она. Я сейчас тоже рядышком там встану. И это самое. Будем ждать сначала оплату. Ну, а потом, не знаю, подождем. Поковыряюсь с машиной. Протяну все гайки после такого ремонта. Пусть все высохнет. Ну и все. А там уже новая загрузочка. Но это будет в следующей серии. Так что, смотрите и не переключайтесь. Ребят, все. Короче, на этом видос закончился. Я получил свою ловешку. Вот она. Все, ловешка есть. Соляра, значит, будет. Значит, будем ехать, будем работать. Сегодня был довольно теплый день. А сейчас уже вечер. Я включил автономку. Греюсь, сижу на новом коврике. Видите? Автономочка работает. Недавно, кстати, я ее перебрал. Не снимал на видео, так как уже были подобные видео, как ее перебрать и все такое. Если кто не знает, у меня стоит автономка. Вебаста Айртоп 2000СТ. Двух киловаттка на 24 вольта. Поэтому, кому интересно, как ее чистить, как ее чинить. В общем, смотрите ниже ролики. Там все увидите. А я ее перебрал снова. Поменял новую сетку. Поставил в этот раз сеточку. И на этом она работает. Все четенько. Мне прям нравится. Вообще идеалочка. Так что, ребят, подписываемся на канал. Кто не подписан. У нас всего 7. Давайте хотя бы до нового года. Ну, так не загадывая. Хотя бы до десяточки дорастем, ребят. Я стараюсь для вас. Делаю годный контент. Кому интересно, подписывайся обязательно. Колокольчик там жми. Прям долби этот колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Потому что видосы бывают, выходят ненормировано. Бывает сразу выходят. Бывает, выходят через неделю, через две. Вот как, не знаю, как заработает у меня интернет. Как появляется время. Я просто начинаю херачить, делать вам видосы. А до этого, ну, просто работаю. Как бы сижу так же за рулем, как и все многие коллеги, кто смотрят меня. Поэтому сами понимают, что это такое. Как тяжело. Реально тяжело на самом деле совмещать эти дела. Дальнобойщик, он всегда за рулем. Он всегда за рулем. Если где-то вот сейчас сижу, да, допустим, здесь в Московской области, в Ногинске, здесь есть связь. И я хотя бы сегодня вот сделал видос. Да. Есть интернет. А бывает сидишь там, где его нету. И ну и как просто без интернета. Прям вообще жесть. Ничего нельзя сделать. Поэтому, ребят. Все. Поддержите меня большими пальцами. Лайками. Комментарии нормальные. Наконец-таки пишите. А то я не знаю. Я вам показываю именно столько, сколько я хочу вам показать. Вы не знаете меня. Не знаете мою жизнь. Вы не встречали, не общались со мной лично. Как вы можете это все писать? Понимаете, о чем речь? Я показываю вам настолько, настолько я хочу это показать. Но не настолько, сколько думаете вы. Вы видите именно столько, сколько я вам показываю. Все. На этом, ребят. Не надо бомбить. Не надо писать эти дебильные комментарии Не, ну пишите Кому интересно, что я в принципе поржу Над этим, мне вообще Мне заходит, я тут недавно поржал Над вашими комментами В общем, это интересно Это смешно, в любом случае Комментарии бывают разные Ко многим я прислушиваюсь К комментариям есть интересные Есть хорошие люди пишут На этом все, ребят, уже Капец, видос длинный Длиннее всех, наверное, обычных длинных Поэтому всем спасибо за просмотр Всем удачи, пока